Псалом 46. Начальнику хора, сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, Воскликните Богу глазом радости, Ибо Господь Всевышний страшен, Великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, Избрал нам наследие наше Красу Иакова, Которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, Пойте Царю нашему, пойте, Ибо Бог царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Аврамова, Ибо щиты земли Божии Он превознесен над ними. Псалом 47 Песнь Псалом сынов Кореевых Велик Господь и всехвален В ограде Бога нашего на святой горе его. Прекрасная возвышенность, Радость всей земли гора Сион, На северной стороне ее Город великого царя. Бог в жилищах его Ведом, как заступник, Ибо вот сошлись цари И прошли все мимо, Увидели и изумились, Смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, И мука, как у женщин в родах. Восточным ветром Ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, Так и увидели в ограде Господа сил, В ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, О благости Твоей Посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, Так и хвала Твоя До концов земли Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, Да радуются тщери иудейские Ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона И обойдите его, Пересчитайте башни его, Обратите сердце ваше К укреплениям его, Рассмотрите дома его, Чтобы пересказать К грядущему роду. Ибо сей Бог Есть Бог наш Навеки и веки. Он будет вождем нашим До самой смерти. Псалом сорок восьмой Начальнику хора Сынов Кореевых Псалом Слушайте сие Все народы. Внимайтесь ему Все живущие во вселенной И простые И знатные Богатые равно Как бедный Уста мои Изрекут Премудрость И размышления Сердца моего Знания Преклоню ухо мое К притче На гуслях Открою Загадку мою Для чего Бояться мне Во дни бедствия Когда беззаконие Путей моих Окружит меня Надеющиеся На силы свои И хвалящиеся Множеством Богатства своего Человек Никак не искупит Брата своего И не даст Богу Выкупа За него Дорогаться На искупление Души их И не будет Того вовек Чтобы остался Кто жить Навсегда И не увидел Могилы Каждый Видит Что и мудрые Умирают Равно Как и невежды И бессмысленные Погибают И оставляют Имущество Своё Другим В мыслях У них Что дома Их Вечны И что Жилища Их Врод И род И земли Свои Они называют Своими Именами Но Человек В чести Не прибудет Он Уподобится Животным Которые Погибают Этот Путь Их Есть Безумие Их Хотя Последующие За ними Одобряют Мнение Их Как овец Заключат Их В преисподнюю Смерть Будет Пасти Их И наутро Праведники Будут Владычествовать Над ними Сила Их Истощиться Могила Их 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 Богом Их 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 народ свой. Соберите мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судьяся есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, не козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взолкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасению Божие. Псалом 50. Начальник ухора, Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Притчи, глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на голове праведника у стажа беззаконных заградит насилие. Память праведника прибудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни. Уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его. Беда для бедных — скудостих. Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение — блуждает. Кто скрывает ненависть, у того устал живые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои. Разумен. Отборное серебро — язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивые для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенное. Продолжение следует... Продолжение следует...